11.06 в Кире. Начинается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Сегодня среда 13 сентября. Приветствуем вас. Как обычно, начинаем с того, что мы информируем, что будет сегодня в развороте. Немножко слов о втором часе. Мы продолжаем такую же оформившуюся традицию приглашения к нам по итогам сезона благоустройства летнего начальника территориальных управлений администрации нашего города. Две недели назад, напомним, у нас в студии был Вячеслав Семаков, руководитель терроруправления по Первомайскому району. На прошлой неделе Сергей Александрович Торхов, Ленинский район. Ну и сегодня мы ожидаем у нас в гостях Михаила Долгополова. Это начальник терроруправления по Октябрьскому району. Напоминаем, что вы имеете полное право напрямую дозвониться к нам 211-101 и задать свой вопрос начальнику терроруправления. Все это с 12.05. Да, впрочем, и в этом часе вы тоже можете звонить нам в прямой эфир 211-101, потому что вопросы ЖКХ, как всегда, бывают очень животрепещущими и касаются каждого из нас. А здесь в студии у нас эксперт в этих вопросах. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт общественной палаты Кировской области, член региональной группы общественного контроля за ходом капитального ремонта. Вот все эти вопросы Андрей комментирует, и вы можете воспользоваться этой возможностью. Добрый день. У нас у самих, собственно, накопилось вопросов к Андрею. Мы следим внимательно, в том числе и за группой ЖКХ «Навятки». В Фейсбуке любой может туда добавиться и смотреть новости. Публикуем мы не только Андреем. Накануне у нас был эфир, посвященный старту отопительного сезона в нашем городе. Прозвучало там много всего интересного, но вот так за эфиром, после эфира выяснилось, что много чего осталось непонятным, в том числе начало отопительного сезона. Даже наши коллеги-журналисты из новостного отдела накануне спрашивали друг друга, вообще стартовал у нас отопительный сезон. Не стартовал, ведь точная дата там не указана. Только лишь в распоряжении главы администрации сказано о том, что подача тепла должна начаться в детские сады, а уже потом в дома и другие социальные учреждения. Ну и про плату за тепло в новом сезоне мы тоже обязательно поговорим. Поговорим, давайте с этого начнём. Итак, отопительный сезон экспертный взгляд. Андрей. Для Александра Викторовича Перескоркова, нашего главы администрации муниципального образования города Киров, он стартовал. У него включили, думаю, или что? Я смотрю на его цитаты, которая размещена на сайте администрации города Кирова. Он сказал, что я даю распоряжение на запуск тепла в социальные учреждения, которые пойдут сначала в больницы и детские сады, и далее в жилищный фонд. То есть я считаю, что он имеет право включить отопление своим распоряжением для объектов социальной сферы. То есть они подают заявку на включение отопления в теплоснабжающую компанию, и, соответственно, те открывают задвижки, и тепло поступает уже непосредственно в сами учреждения. Потому что мы понимаем, что температура должна быть соответствующая в детских садах, в больницах, потому что никто не хочет болеть. Это дороже, чем платить за тепло. Но что касается жилищного фонда, здесь в соответствии с действующими правилами, утвержденных у нас на федеральном уровне постановления правительства Российской Федерации, необходимо соблюсти температурные условия. А именно, должна быть температура ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд. Среднесуточная температура? Среднесуточная, да. В течение почти недели не выше 8 градусов Цельсия. Да, так как это условие не наступило, соответственно, и постановления от администрации города Кирова не было. И мы делаем вывод, что для объектов жилищного фонда, то есть для всех многоквартирных домов, которые подключены к централизованному теплоснабжению, отопительный сезон еще не наступил. Так что же это тогда было-то? Ну, я так понимаю, что это было желаемое, задействительно выдавали, потому что есть запрос от части граждан, которые хотят уже сейчас отопления, потому что вчера была достаточно низкая температура, позавчера опускалась вплоть до нуля градусов, и, конечно, у многих маленькие дети, и хочется, чтобы в квартирах была температура близкая к нормативной. Да, да, да. Я просто о справедливости ради надо сказать, что я вот сейчас цитирую по сайту администрации. Глава администрации Кирова Александр Перескоков подписал постановление, внимание, о включении отопления в учреждениях здравоохранения, образования и соцкультуры. То есть это вот имеется в виду 15 детских садов, 7 школ и 6 больниц, которые отопление получили. Там не было речи о жилищном фонде. Так что, по-моему, глава администрации действует в рамках норм и законов. Да? Пока да. То есть, ну вот то заявление вчерашнее, а там был еще жилищный фонд написан. Ну, я этого пока не вижу на сайте. То есть о жилищном фонде пока мы не говорим о начале отопительных сезона. Ну, действительно, действительно есть запросы, потому что я это очень хорошо понимаю, потому что мало того, что у нас была затяжная весна, зима затяжная весна, лет практически не было, мы мерзли в своих квартирах. Потому что у меня вот батарея, например, электрическая, обогреватель не выключался все лето и сейчас, собственно говоря, работает. Вот мой отопительный сезон не заканчивался. Как в Иркуте. А? Как в Иркуте. Как в Иркуте. Как в Иркуте. Мы в прошлый раз обсуждали, да. Андрей, у отдельно взятого многоквартирного дома есть возможность тепло получить? Ну, вот холодно людям в этих десятках квартир. Куда следует обращаться? Некоторые специалисты в данной отрасли заявляют, что такая возможность у многоквартирных домов есть. Так, сейчас мы говорим не про некоторых специалистов, сейчас мы про вас говорим, про конкретного специалиста. Вот, я как раз хочу просто опровергнуть вот эти высказывания о том, что решением общего собрания собственников в доме нельзя принудительно подать заявку, например, в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или другому лицу, который управляет домом, которая бы ее перенаправила в теплоснабжающую компанию и та, соответственно, дала тепло в дом. То есть, законодательно это не предусмотрено. За исключением отдельных многоквартирных домов, у которых автономное отопление, то есть, которые не подключены к сети централизованного теплоснабжения. Я поясню, что это за дома. Вот, примерно 7 лет назад, я когда серьезно занимался вопросами газификации, мы это планировали такие автономные котельные или автономное отопление для многоквартирных домов. Например, вот в Вятско-Полянском районе, в поселке Красная Поляна, Сосновка, есть такие небольшие многоквартирные дома до 30 квартир, там двух-трехэтажные, там, как правило, деревянные, и к ним пристраивается такой модуль автономный, который работает на газе, он для них производит отопление и горячую воду. То есть, нагревает котел? Да, это, по сути, котел, но не как для коттеджа, для дачи, маленький такой, который на кухне, там, как правило, висит или где-то в подвальном помещении, а большой такой котел, но он закрыт, такой автономный, это хорошо выглядит, пристроен к стенке дома. И они вот, как раз собственники этого дома, могут на общем собрании принять решение, чтобы включить отопление раньше. А в Кирове тоже есть такие дворы и дома, в том числе и многоквартирные, где есть автономные газовые котельные? В Кирове есть, но их очень мало по сравнению с домами, которые расположены в области. А что это было за программа? Какой-то пилот, какой-то эксперимент по строительству таких мини-котельных на конкретный дом? Нет, это не эксперимент. Федеральная программа или что это? Это была областная программа по газификации, но она и сейчас есть. Просто эти решения были вызваны необходимостью экономии денежных средств. То есть вместо строительства газовой котельной на район, было дешевле поставить вот такие вот автономные системы на многоквартирные дома. Потому что рядом с такими многоквартирными домами был большой частный сектор. То есть необходимости в газовой котельной не было. Частный сектор сам подключается, ставят свои маленькие котелки и себя отапливают самостоятельно. Насколько перспективно вообще развивать именно такое? Да, расширять вот такие котельные. Раз у нас проблема большая с теплосетями и денег на них пока, как выясняется, нет, но мы обсудим еще этот вопрос, то не выгоднее ли действительно обзаводиться такими газовыми котельными массово? Вот буквально месяц назад президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович подписал закон, точнее внес изменение федерального закона о теплоснабжении, которое предусматривает в будущем так называемое строительство альтернативных котельных. То есть вот мы из года в год ремонтируем сети, из года в год мы перекапываем дороги при ремонте этих сетей. То есть создаются пробки, неудобства, постоянное отключение горячей воды. И вот это решение в будущем позволит прийти инвестору, например, в город Киров, и построить на какой-нибудь квартал крупный свою газовую котельную. Как это будет тогда выглядеть? Вот есть газовая котельная, есть квартал, как трубы к нему как-то тянутся, как это выглядит все? И кто это строит? Инвестор деньги вкладывает, а строить кто даже на какая-то лицензированная организация? Ну, инвестор будет сам выбирать, кто будет ее строить. То есть, соответственно, эта организация должна иметь допуски в саморегулируемую организацию на проектирование, на строительство и так далее. Вот. Там уже будут нюансы, чьи сети. То есть сейчас, например, разводящие сети большинство принадлежат у нас кировской теплоснабжающей компании. Соответственно, инвестору надо будет либо самостоятельно эти сети прикладывать вновь, либо брать в аренду, допустим, сети у существующей теплоснабжающей компании. Оплата в таком случае для конкретных жителей, она больше, меньше, по сравнению с традиционной сейчас? Она, конечно же, будет больше, если сравнивать с существующим тарифом. Но как раз метод альтернативной котельной говорит о том, что действующий тариф будет увеличен настолько, что инвестору будет интересно прийти построить котельную здесь и работать в рамках нового тарифа. То есть сейчас, например, полторы тысячи? А подождите, на этом интересном моменте про тарифы давайте бежимся на несколько секунд. Там уже рождается вопросов намного. О тарифах мы заговорили. Говорим сейчас о включении и не включении тепла. Понятно, что буквально вчера у нас была программа, где эксперты компании Т-Плюс в очередной раз били в колокола и говорили, что сети настолько изношены, что копай и не перекопай в отсутствии того же конституционного соглашения и определения, кому они принадлежат и кто вкладывает деньги. У нас будут эти срывы и по отоплению, и по снабжению теплой водой. Заговорили мы об автономных газовых котельных, которые, вероятно, раз уж президент подписал такой указ, как он сказал, альтернативные. Он называется метод альтернативной котельной. Метод альтернативной котельной. И вот сейчас наш эксперт Андрей Воробьев говорит, что раз подписан такой указ, следовательно, какие-то шаги по внедрению таких котельных, а значит, по повышению тарифа, последуют. На самом деле поправки в этот федеральный закон о теплоснабжении надо было сделать еще в 2007 году. Почему именно в 2007? До кризиса 2008 года, когда уровень жизни... Тогда денег стало меньше, да и... Денег стало... На реализацию всевозможных программ. Да, сейчас это, честно говоря, на мой взгляд, такое серьезное запоздание. Десять лет. И я считаю, что будет реализация очень сложная данного вопроса, потому что инвесторов стало меньше. И денег у людей стало меньше. Денег стало, тем более у людей меньше. Кировская область у нас не отличается инвестиционной привлекательностью, в сфере еще тем более последних событий. Вот поэтому я не вижу пока каких-то серьезных инвесторов, которые готовы прийти и начать строить вот такие газовые котельные на район, которые бы позволили обеспечивать круглый год горячим водоснабжением, потому что газ у нас бесперебойно подается в течение года отоплением. Включить его можно и раньше, и позже. То есть вот здесь-то как раз сами дома могли бы регулировать, да, интенсивность и время подачи тепла и горячей воды? Ну, при каких-то условиях, да. И в том числе, если эти сети будут новые, соответственно, никаких порывов, ремонтов, перекопок, раскопок, не будет пробок на дорогах и так далее. Да, это опять-таки существенная экономия. Да, то есть... На долгие годы. Определенно плюсы есть, только вопрос именно, какой будет тариф. То есть сейчас тариф будут подводить до того уровня, который будет интересен инвестору. А когда сейчас? Прямо с этого года, вы считаете, накануне президентских выборов? Ну, вот прямо сейчас, конечно, никто не будет увеличивать его в два раза. Но мы понимаем, что вот этот метод альтернативной котельной переводится так, как должен быть такой тариф за тепловую энергию, если бы котельная строилась заново с нуля. И вот для тепловой электрической станции, да, для наших, для ТАЦ-4, ТАЦ-5, этот тариф будет постепенно повышаться. То есть я думаю, что вот еще пройдет немало лет, может быть, лет пять или восемь, когда мы дойдем до того уровня, когда инвестору будет интересно работать с этим тарифом. Интересно в смысле, как можно быстрее окупить свои затраты, да? Да, ну и вообще зайти на рынок. То есть при действующем тарифе я не думаю, что какой-то инвестор найдется вкладывать деньги в строительство котельных, потому что у нас тариф очень низкий. Кстати, когда у нас тарифы будут меняться в очередной раз в городе? Они у нас с 1 июля. С 1 июля у нас поменялись, повысились. Да, на 4%, например, за тепло. Но я повторю, что у нас тариф за теплоснабжение очень низкий, потому что он идет у нас от тепловой электрической станции. Низкий в сравнении с чем? А по сравнению с этими же котельными, которые работают в области на угле, на дровах, на этом же даже газе. Потому что у нас идет комбинированная выработка как тепловой энергии, так и электрической на станции. За счет этого получается такая стоимость. Давайте напомним о том, что у нас есть опрос на сайте kirovo.ru и на нашей странице ВКонтакте. Мы вас в общем спрашиваем о том, довольны вы либо недовольны качеством предоставляемых коммунальных услуг. Вот так в целом. Вода, тепло, электроэнергия и так далее. На странице ВКонтакте на первом месте по востребованности вариант «недоволен». Треть проголосовавших выбрали этот вариант ответа. На втором месте «сойдет». На третьем месте... А нет, простите, на втором месте слово «качество» тут вообще неуместно. А вот на третьем месте «сойдет». То есть в сумме это, в общем-то, большинство уже голосов. Ну и комментарии, кстати, есть ВКонтакте. Вот, например, Ольга пишет. Горячую воду без конца отключают. Батареи жарят без меры в отопительный сезон. Горячая идет, вода ржавая через день. «Все это очень надоело». Еще один комментарий. Да, на сайте kirovo.ru за ответ «недовольны» проголосовали 37% наших слушателей. Сойдет 23%. Слово «качество» вообще неуместно. 20% — «довольны» 20% слушателей. Ну, кстати говоря, вчера, когда прошел эфир с компанией «Т-Плюс», позвонил слушатель и сказал, «Вы знаете, мы так устали, я так устал, говорит, без горячей воды, мы готовы скинуться, сколько надо денег? По 100 рублей, по 200. Скинуться и дать городу эти деньги, чтобы они трубы наконец-то сделали, положили и включили нам горячую воду». А сколько человек без горячей воды живет? Вот такой был рассказал. Несколько месяцев уже? Практически все лето. Кстати, тема горячей воды. Тут тоже ничего не меняется в каком-то законодательном, может, смысле, какие-то механизмы. Ну, не должно так быть, чтобы все лето люди без горячей воды сидели. Ну, «Т-Плюс» старается, «КТК» старается, они регулярно отчитываются о том, что ежедневно они столько-то домов подключают, ремонтируют, подключают. Но так или иначе, люди, большое количество людей испытывают неудобства. Ну, нечеловеческие просто условия. Ну, вот есть такое предложение. Мы как раз 7 ноября... В день столетия? Да. Через Общественную палату Российской Федерации, которая проводила конференцию по вопросам ЖКХ. Вот этот вопрос обсуждали. А, в прошлом году еще? Нет, в этом. А, в этом будете? Будете обсуждать. Точнее, 7 сентября. 7 сентября. Я говорил сюда, прошу прощения. Вот. Обсуждали и по селектору подключались. Единственное, что нас немножко связь подвела. Было видео, но не было звука. На базе Общественной палаты подключались. Как вы, Андрей, по губам читаешь? Нет, я говорю, что вот немножко связь подвела. И поэтому не получилось в прямом эфире наши предложения озвучить от Кировской области. Вот в части горячего. А, вы не смогли. Вас не слышали? А вы слышали. Нас не слышали. Но мы письменно эти предложения направили. Они заключались в том, что новый есть законопроект о прямых договорах, которые обсуждали неоднократно. В том числе у вас на радиостанции. Много уже времени, да. Посвящено обсуждению этой темы. И часть экспертного сообщества предлагает ввести ответственность для теплооснабжающих компаний за качество коммунальных услуг. То есть у потребителя. У крана. То есть вот если мы будем платить напрямую теплооснабжающие компании, они должны отвечать за качество. То есть температуру горячей воды в доме, бесперебойность горячего водоснабжения. И соответственно температуру в квартире за отопление, да, если будем платить. То есть если мы платим напрямую, они должны отвечать и за качество. То есть не должно быть такого буфера в виде управляющих компаний и ТСЖ, которые у нас все время являются козлами отпущения. Которые будут опять за все отвечать, снимать за них показания, работать с должниками, нести ответственность за качество. Притом, если какие-то есть проблемы с температурой, допустим, теплоносители в минус 35, как у нас было в январе у северной части города. То есть наше предложение заключается в том, что если ты у продавца что-то покупаешь, он за это несет ответственность. Здесь вот такой же механизм должен быть внедрен. Мне кажется, ресурсники эти, компании, махина, они будут всеми силами открещиваться от этого. А сейчас так и происходит. А как? Собственно, сети-то ведь не меняются. Ничего не меняется в инфраструктуре, а бац, на них навешивают такую обязанность еще и напрямую отвечать. Потому что просто получать деньги... Как ржавая вода текла, она так и будет течь. Так вот, это неправильно. Если вообще будет, Валерий. На мой взгляд, это неправильно. То есть, если вы получаете деньги за свои услуги, за свой товар, вы должны за него отвечать. Напрямую у потребителя, потому что платит вам напрямую потребитель. Он будет платить. Давайте, чтобы завершить эту тему, все-таки, что ваше отношение к договору-концессии, о котором говорит уже чуть не десяток лет компания Т-Плюс, почему оно до сих пор не подписано, почему город до сих пор на это не решается? При этом, кстати говоря, надо заметить, что когда жалуются граждане на отсутствие тепла и воды горячей, они все свои претензии направляют именно к компании Т-Плюс. Хотя сети, напоминаем, сколько процентов сетей в городе Кирове принадлежат администрации? 80-90? Тут это сложно сказать, потому что по километражу может быть меньше, а по объему, по диаметру больше. Точно не меньше 7 месяцев, насколько я помню. Ну, в основном, да, магистрально у них. По поводу конституционного соглашения здесь можно сказать, что все понимают, что нужен компромисс между объемом инвестиций, который непосредственно связан с ростом тарифа, и, соответственно, с объемом перекладки сетей. То есть вот город, область и конституционер должны договориться между собой, в каком объеме будут отремонтированы сети и насколько увеличится тариф. Потому что можно поменять и все сети в городе, сделать новое. Но мы будем платить в три раза больше за отопление. То есть жители к этому не готовы. Уровень доходов у нас упал. То есть это невозможно. Вот поэтому нужен тут баланс. И мне кажется, вот это та ключевая точка, которую не могут решить вот эти вот три заинтересованные стороны. Плюс еще есть проблемы при реализации. Часть имущества должна быть инвентаризована, то есть зарегистрирована. Спортизирована. Спортизирована. Вот эти все сети и так далее. Вот пока это стоит немало денег, немало работы нужно проделать. То есть пока это все еще не готово. Ну и плюс еще есть как бы... И не готовы уже много-много лет. Много-много лет. И еще есть, на мой взгляд, риск того, что это же будет конкурс, кто выиграет этот контракт. Вот еще не факт, что победят, например, теплосомбляющие компании, которые работают в нашем городе. А сейчас появились такие товарищи, которые из Красноярского края и из других субъектов Российской Федерации, которые демпингуют очень мощно, снижают цены и потом на субподряд берут уже в Кирове. Как с дорогами? Как с дорогами, совершенно верно. Я прихожу к выводу, например, порой, что все-таки прежде чем осуществлять программу «Благоустроенная городская среда», дворы, парки ремонтировать и дороги перекладывать, надо было вбухать эти деньги в новые сети. А потом уже сверху класть красивый асфальт и закатывать газонной травой. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего перейдем к другим вопросам. Плата за тепло, недобросовестные управляющие компании, сложности капитального ремонта. Вот по всем этим вопросам мы собираемся получить еще, успеть получить консультацию нашего эксперта Андрея Воробьева, руководителя автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперта общественной палаты. Давайте про плату за тепло, да? Давайте, да, хоть мы об этом неоднократно говорили, но мы как-то чувствуем ответственность в себе. Проинформировать еще раз, еще раз, потому что изменения очень существенные, и вот, ну, зная менталитет наш, это все равно окажется для многих как гром среди ясного неба. Проинформировать ни за что не агитируя. Андрей, давайте напомним постулаты, чего у нас с платой за тепло, и когда мы, собственно, столкнемся уже с суммами новыми. Ну, я напомню, что чуть больше года назад нашим региональным министерством строительства и ЖКХ было принято решение о том, что мы переходим на фактическую оплату за отопление для тех домов, где установлены приборы учета за теплоэнергию, то есть теплощетчики. И сразу напомним, сколько у нас жилой фонд, где приборы учета? Ну, по моим оценкам, это порядка 70%. 70%. Большинство. Большинство. Вот, соответственно, если до 1 сентября этого года собственники оплачивали за отопление равными долями, на основании показаний предыдущего года, или так называемого, по 1,12, то с 1 сентября те дома, те собственники будут платить непосредственно уже за фактически потребленную тепловую энергию. То есть вот сколько теплощетчик намотал за месяц на доме, это все раскидывается в пропорциональной площади и, соответственно, умножается на тариф. И вот эта плата, по моим оценкам, в сентябре, она будет меньше, чем плата за август. Платежки придут в октябре за сентябрь, соответственно. Да, платежки придут где-то числа 10-15 октября. То есть через месяц примерно. Да, но потом с понижением температуры наружного воздуха эта плата будет, соответственно, возрастать. И опять же, по моим оценкам, в самые холодные месяцы, это у нас январь, декабрь, февраль, эта плата может достигать полутора в полтора раза. Превышать? Да. К чему мы привыкли за последние годы? Превышать на 50% плату августа месяца этого года. То есть если, допустим, в августе платили 2 тысячи рублей, то в январе 2018 года будет эта плата 3 тысячи, возможно, 3,5. Так мы правильно сравниваем август и январь? Правильно, потому что... Поясните, почему? Потому что с января по август у нас была одинаковая плата за отопление. По 1,12 еще, по старой схеме. Да, то есть можно любой месяц взять. Я просто для примера взял август, можно взять март, апрель. Но я в качестве примера скажу, что на прошлой неделе мы проводили семинар на Зержинского 64 в Центре местной активности вместе с Государственной жилищной инспекцией. На сайте общественной палаты размещена информация. Да, и как раз разъясняли новый порядок оплаты за отопление. И я скажу, что все участники данного мероприятия об этом прекрасно знали, готовы к новой системе оплаты. Причем большая часть участников это пожилой возраст, то есть 50+, я бы так сказал. Ну или даже 60+, чтобы не обидеть. Золотой возраст мы это называем. В 40 лет еще молодежью мы считаемся, да? Да, да, да. Ох, я поправился. Да. Вот поэтому все знают, все готовы. Никто не удивлен. Было больше вопросов, сколько будут платить дома, где нету. Приборов. Да, то есть по нормативу. По нормативу. То есть опять же у нас норматив до сентября месяца применялся с так называемым коэффициентом периодичности. То есть норматив делился на 12 месяцев и умножался на 8 на количество месяцев отопительного сезона. Сейчас этого коэффициента периодичности нет. И вот если я правильно посчитал, на 30% в сентябре будет плата больше. То есть в сентябре по декабрь на 30% жители этих домов будут платить больше. Домов, в которых нет. Которых нет, требовавшие дам. И в первом квартале 2018 года для всех домов без исключения будет корректировка. В положительную или отрицательную сторону. Понятно, что для тех домов, где был норматив, там будет в отрицательную сторону корректировка. На ваш взгляд, не столкнемся мы с проблемой массовой задолженности? Ведь вроде бы, на наш взгляд, каких-то молодых, да, еще работающих 30%, это вроде бы не слишком серьезная прибавка, но учитывая, сколько пенсионеры получают. Знаю размер их пенсии, но для них очень. Это большой удар, Андрей. По поводу задолженности, я бы хотел такую небольшую рекомендацию дать. Вот за сентябрь-октябрь, если те граждане, у которых есть проблемы с оплатой по отоплению, и не о финансовой трудности, я бы им порекомендовал эти деньги не тратить, на какие-то свои нужды немножко откладывать, как раз на зимние месяцы. Причем те, кто получают субсидию, кто социально незащищенную в этом плане... Льготу. Да, вот эту льготу за отопление, так сказать, компенсацию, она, да, правильно называется, то они ее не лишаются, то есть они все равно будут получать эту компенсацию. И если они зимой переплатили, то есть они получили компенсацию меньше, чем им по факту выставили в квитанции, то опять же в следующий раз им это все скорректируют и вернут переплаченные деньги. Давайте мы вот об этих подробностях просто в другой программе отдельно поговорим, когда наступит отопительный сезон, потому что сложно воспринимать так, если не разжевать, очень подробно. Платежки потом принесем, будем сидеть, изучать, смотреть. Да, 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 и люди нам будут звонить и рассказывать про свои платежки. Просто хочется очень про капитальный ремонт поговорить, потому что когда Володя сказал о том, что там у пенсионеров и так денег мало, тут растущий тариф, плюс вступительный сезон, плюс капитальные ремонты и прочее, 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 я могу сказать, что и для молодых людей, которые успешно функционируют, получают свою зарплату, все эти нововведения и рост тарифов, это тоже очень накладно. Мы видим, как траты за содержание жилья растут просто день ото дня. И лично я до сих пор не успокоилась с капитальным ремонтом, потому что я четко по своему дому понимаю, насколько несправедлива вот эта вот история, когда тебя ставят на 36-й год, а ты живешь придырявой к крыше, отсутствующей вентиляции, там в недострое и черти знает еще что. Учитывая, что я думаю, что нам в 36-м году, как сейчас кое-где асфальт кладут, на крышу тоже положат какой-нибудь жестяной лист, и это будет там капремонт. Поэтому что там у нас капремонтом, что с реализацией программы, что с теми деньгами, которые были накоплены за прошлый год, удалось ли что-то отремонтировать, какого качества ремонт получили люди. Кто же как член региональной группы контролирует за ходом капремонта? Летом этого года мы делали выезд на часть домов по капитальному ремонту, но хотелось бы сказать, что пока мы не видим массовой активности ремонта домов. Даже те прямые трансляции на сайте капитального ремонта я периодически включаю. Фонды капитального ремонта? Фонды капитального ремонта. Кировской области. И я ни разу не видел там работников. То есть трансляция есть, а рабочих нет? Да, то есть возможно это обед у них, я попадаю в обед или в какое-то нерабочее время, но вот я заходил, наверное, раз пять за последний месяц. Я ни разу там работников не видел, хотя сдвиги некоторые по работам видны. Неоднократно в нашем эфире, в том числе бывший уже руководитель фонда, Павел Сысоев анонсировал, что больше тысячи домов в этом году стоит в плане. Да, планы-то всегда большие, но мы видим на оконченной краткосрочной программе 2014-2016 года, видим, что планы-то не были выполнены. Это и подтверждает заключение контрольно-счетной палаты, то есть там порядка только половины плана было выполнено. Мы видим, что эти дома переносятся, накапливаются друг на друга. Хотелось бы заметить, что мероприятия по капитальному ремонту системы газоснабжения в доме практически вообще нигде не сделаны. То есть я знаю только один дом, где они были выполнены из 10 тысяч в Кировской области, где фонд капитального ремонта сделал капитальный ремонт системы газоснабжения. А у нас дома, где газовые плиты, я не знаю, может быть 50 на 50 с электрическими. То есть а что с остальными домами? Когда будут эти ремонты производиться? И когда фонд капитального ремонта сможет найти общий язык с газоснабжающей компанией, с Газпромом? По этому вопросу. То есть очень много вопросов остается, в том числе и по энергоэффективному капитальному ремонту. Мне каждый день звонят председатели ТСЖ и говорят, мы хотим получить вот эту компенсацию по энергоэффективному капитальному ремонту. Но у нас был куратором назначен Павел Валерьевич Сысоев. Который сейчас в Укалининском районе? В Укалининском районе. Сейчас я даже не знаю, кому направить этих людей, потому что они хотят... Так скоро и 1 ноября, да? 1 ноября ведь завершается, да, программа? Да, да, 1 ноября это совершенно верно. Я говорю, что сроки сжатые, они говорят, все, мы все сделали, нам куда с этими бумагами идти? Я говорю, идите в фонд капитального ремонта и идите в министерство строительства ЖКХ. Потому что, ну, нельзя терять такие деньги федеральные. 684 миллиона. У нас, я бы не сказал, что область какая-то богатая или дома такие хорошие, благоустроенные. Вот дом Светланы, этому показатель. Надо эти деньги использовать, надо во всех программах участвовать. Тем более, не требуется никакого софинансирования. До 5 миллионов рублей на дом эти деньги выделяются, но не более 50% от стоимости ремонта. Надо участвовать. И нужно, чтобы была поддержка со стороны исполнительной власти. То есть должны разъяснения быть, семинары, какие-то хоть контакты на номер телефона. Вот, у нас этот человек за это отвечает, пожалуйста, обращайтесь. Насколько я помню, один только был семинар. Один был семинар, и то эти председатели были, все мои знакомые, которых я направил. Вот, у вас желание есть, вот сходите туда. То есть никакого не было, такого глобального, чтобы всех созвали, объяснили, рассказали, показали. Насколько мы помним, настроение было у этих людей, пришедших, не слишком такое активное участвовать. Ну, когда вам говорят, вы можете поучаствовать, но мы вам не будем помогать и содействовать. И мы что-то вообще не очень верим в эту историю. Такая была позиция. Да, она для вас не очень такая симпатичная, деньги вы получите только потом, как бы, ну, решайте сами. Ну, когда, конечно, такое настроение, кто будет участвовать и стараться, тем более, там, немножко, конечно, надо поработать и экономию посчитать через специальную программу, которая есть на сайте фонда. Подготовить пакет документов, правильно, протокол общего собрания оформить. То есть, это все нужно у кого-то консультироваться. А нынешний глава фонда капремонта, он вообще этот вопрос не поднимал пока? Ну, вот я с ним... Или она? Кто это? Кузьмин? Кто это? Я с ним отстаил. Мы еще не знакомы. Михаил Кузьмин. Нет, он был в нашей студии. Да? Да, он был в нашей студии. Это было без меня. Мы этот вопрос не обсуждали. То есть, возможно, с их стороны какая-то работа ведется. Но ни на сайте фонда, ни на сайте оригинального министерства этой информации нет. То есть, никаких ни пресс-релизов, ни какой-то информации, что столько-то заявок было подано. Ничего нет. А квитанции продолжают? Приходите с правом. Да, совершенно верно. Это в том числе еще административный ресурс действует на те дома, которые открыли специальный счет. То есть, при любом удобном случае, такие дома хотят перевезти в общий котел фонд капитального ремонта. Что это за удобный случай такой? Ну, вот, например, в прошлом эфире я рассказывал, что у нас был судебный процесс с фондом капитального ремонта администрации города Кирова и государственной жилищной инспекцией. По вопросу того, что хотят закрыть специальный счет на доме, где стопроцентная собираемость, где все хорошо, никуда деньги не утрачены, и перевезти в общий котел. Вот, и буквально позавчера состоялось это решение. Вот, и судья подсчитал, что действительно собственники должны все деньги перевезти на счет регионального оператора. На каком основании, я так не понимаю? Основание очень простое, что у жилищной инспекции по каким-то причинам не оказалось справки из банка об открытии счета. То есть... А кто должен эту справку доставить в жилищную инспекцию? Она саму должна запросить. Ее предоставил председатель ТСЖ, ее принес после того, как они приняли решение об открытии специального счета, оформили протокол общего собрания. Но по каким-то причинам она потом пропала. И, соответственно, вот из-за такого формального основания, хотя деньги собирались потом, стопроцентно собираются и до сих пор собираются, что, соответственно, подтверждалось материалами дела. Вот было принято такое решение, но я повторю, что оно не вступило в законную силу, и мы будем его обжаловать вплоть до Верховного суда. Потому что для кого это делается? Для фонда капремонта, который до сих пор непонятно, как будет обеспечивать планы свои, потому что деньги накапливаются, а дома пока еще не ремонтируются в том объеме, что нужно. Или этот закон был направлен для того, чтобы граждане могли собственным имуществом распоряжаться верно. И у нас не остается времени... В общем, бюрократическая машина в очередной раз растоптала. Хотели поговорить еще про управляющие компании, но не остается времени. Все-таки давайте тогда еще по фонду капремонта, то есть вы считаете, ну это заключительная такая, да, вывод, ситуация не меняется пока? Пока ситуация глобальная не меняется. Деньги накапливаются. Для каких целей? Сложно сказать. В каких-то субъектах эти деньги уже используются для бюджета, вот судя по пресс-релизам, которые есть в интернете, через федеральное казначейство. Там, конечно, не просто так, что фонд там перевел на счета правительства, через федеральное казначейство. Каким-то образом используется. Я не знаю, возможно, это действительно какой-то буфер для этого может быть. Но я все-таки надеюсь, что программа заработает в полном объеме и дома будут ремонтироваться. И жители будут в этом активно участвовать и будут довольны своим капитальным ремонтом. Вот мы, я хочу сказать, что мы с осени будем возобновлять наши ряды. Рейды, проверки? Да, проверки по капитальному ремонту. Естественно, если к этому будет содействовать фонд капитального ремонта. Потому что это не то же самое, что с дорогами. Приехал, в любое время суток посмотрел. Здесь нужно договориться, нужен доступ к дому, нужно, чтобы была управляющая компания, фонд капитального ремонта и так далее. Ну, это значит, что у нас будет эфир на эту тему. Спасибо. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт общественной палаты. Был у нас в дневном развороте. Сейчас у нас новости, тематические программы и реклама. В следующем часе к нам придет Михаил Долгополов, начальник террауправления по Октябрьскому району Кирова, 211.1. Готовьтесь звонить.